Мы ангелы или святые? Шуты мы гороховые. Вот кто мы. Как ты и я смотришь все фильмы, если они, я, все придуманы тобой, мной? Зачем придумывать себя тому, кем ты уже являешься? Да хуй его знает. Так оно само придумывается. Зачем? Почему? Это ты у мамы с папой должен был спросить. Вот они тебе на все вопросы. Зачем? Почему? Откуда? Папа, скажи, а зачем? А как это называется? А что это? Все он тебе, папа, должен был рассказать. Да, вот такие вопросы надо родителям было адресовать. Можно ли там жопу чистить, там чем-то, я не знаю. Спасибо за ясность в вопросе, что ощущение первичное. Получилось иначе посмотреть на вещи. Как принять болезнь? А зачем ее принимать? Болезнь надо лечить, принимать не надо болезнь. Питание важно. И в целом поддержка организма в чистоте важна? А ты не знаешь? У мамы спроси. Позвони маме. Слышали высказывания Канье Веста недавнее? Что про него думаете? Канье Вест. Я не знаю, кто такой Канье Вест. А что за высказывание он? Он кто? Мыслитель, что это за перец? Канье Вест. Кто он? Расскажи. Что за высказывание? Вкратце. Вкратце сформулируй. И что ты понял в его высказывании? Давай разберем. Почему некоторые становятся отшельниками? Избегают сами себя, получается. А все некоторые, те, кто, на твой взгляд, стал отшельниками, это то, что ты видишь. Это то, что ты воспринимаешь. Это не то, что есть. То, что есть в действительности, это совокупность множества всяких вещей, которые тебе могут быть понятны, если ты проделаешь этот путь, и ты станешь отшельником. Только тогда ты сможешь ответить на вопрос, но он будет относительно тебя конкретно, а не всех отшельников. То есть ты, опять же, сможешь судить только по себе, исходя из своего личного опыта, который ты проживешь, и который, возможно, будет тебе ответом не только на этот вопрос, что чувствуют отшельники, а как ты спросил нам. А почему ты стал отшельником? И еще множество всяких ответов ты заимеешь. Потому что, наверное, отшельничество, я не знаю, не в курсе, что это и как это делается. Но это наверняка какая-то практика тоже, какое-то бегство от чего-то, попытка спастись, уйти от каких-то вещей, которые тебя достали. И говорят, что ты хлопай в отшельнике, что ты там хочешь изменить. Вот ты уходишь в какую-то практику и пытаешься чего-то добиться. И понимаешь, что добиться ничего не можешь. Вся эта практика тебе открывает это знание. Потому что знать ничего не можешь. И она тебе дает новое ощущение. Это такая евристика, она вот одаривает тебе вот этим состоянием эйфорическим. Ты потом, твой ум начинает это присваивать как опыт и демонстрировать. И ты уже как отшельник можешь заниматься уже шутовством, как, собственно, я здесь иногда или всегда. И монетизировать это, брать за это деньги. И на фоне своего опыта, который не опыт вообще, который тебе открыл, что никакого опыта нет, ты можешь вот людей этими вещами удивлять и даже шокировать. И они не могут тебе платить за это деньги. И все это можешь только через себя, через свой личный опыт. Никогда ты не сможешь ничего сказать про других. Потому что другие – это твое восприятие. Канья – это рэпер. Сказал, что все люди что-то внесли в мир. Даже Гитлер – молодец. Ну, а как? Все внесли что-то. Все внесли. Каждый человек что-то уносит, конечно. Каждый человек выносит в эту жизнь какую-то историю изменения. А молодец он или нет, это уже решать тебе. Видимо, для Канья Гитлер молодец. Вот. А для тебя ты сам смотри. Тебе же нельзя сказать просто, что это молодец. И ты такой, а-а-а. Ты должен через себя пропустить эту мысль и понять, почему он молодец. И что такое молодец вообще? Что значит быть молодцом, красавчиком? Что значит? Это что? Это какие критерии? А помни для себя эти критерии. Придумай их. Вот. В любом случае, все критерии молодца и красавчика – это то, что прикрывает твою юбичность изначально. Ты такой… Ты изначально полная чмо и юбища. Как и все мои, да. И мы вот всячески пытаемся это прикрыть различными масками. Очки такие прикольные. Я же не просто какие-то за 3 рубля, блядь, купил очки. Я пошел в Порше купил за 15 штук. Это, кстати, дешевые. Зато они стильные. И я вот типа вижу себя вот этой бородочкой, вот этим вот манерой своей, своей вот этой интонацией, прикрываю свою юбичность. И пытаюсь продемонстрировать вам, что я какой-то, блядь, такой интересный чувак. Особенный. Говорю какие-то вещи. Полную хрень несу. Но, тем не менее, это многим помогает. Осмыслиться, переосмыслить. А в действительности я такой же паразит, как и все вы. Такой же хитрый, такой же жадный, такой же нерзкий, противный, изворотливый, завистливый. Это еще вот это слово. Как это? Похотливый. Вот. Все вот эти вот пороки, грехи, которые мы прикрываем. И вот я всячески прикрываю, чтобы меня не уебали где-нибудь там за мои всякие штуки. Вот. И пытаюсь даже с этим бороться, изжить из себя это, убрать. И вот придумать что-то такое, вот образ какого-то думающего, прошедшего через какие-то опыты смерти, типа психоделизма какого-то. И вот что-то понял, какое-то счастье нашел, обрел себя в гармонии, во взаимодействии, понимании. То, чего я так долго искал. Вдруг я это обнаружил. А на самом деле, нихуя, такое же недовольство внутреннее, такое же, сука, презрение к заурядности, ко всему затхлому и пошлому. Вот. И вообще, одна мечта, чтобы все было так, как ты хочешь. Вот и все. Это у всех так. Поэтому и с этим ничего не поделаешь. Но этого не может быть, оно не происходит. Тут уже 50 лет оно никакое, по-моему, не складывается. Поэтому мне ничего не остается, как принять это. И дальше играть роль вот такого вот, ну, удовольствоваться тем, что есть. Чего я могу? Очочки купить, бородочку, кофточку дорогую. Вот. И лежать, и такое, блядь. Чего-то тут говорить такое. Явно не умное, но выдавать это за умное. Потом монтировать, сидеть, звук выравнивать. И отправлять это в ленту, телегу, ютуб, инстаграм. Для инстаграма специально делать ролик покороче, чтобы он был такой хлесткий. Побольше лайков собрал, побольше комментариев. Вот. И я не знаю, хуй знает, что из этого получится. Но, конечно, хочется какой-то вот... Я бы не сказал славы известности. Я уже ее почувствовал, эта хуйня собачья. Ну, нет, это, кстати, не хуйня. Есть в этом особые дивиденды. Но от этого так же устаешь. От всего. И тоже думаешь, блядь, нахуя тебе это надо? А тут хочется что-то еще получиться. Чтобы получилось. Какой-то эксперимент. Потому что не хочется быть таким же спикером, как все. Хочется найти свою стилистику, свою подачу. Свои какие-то законы изобрести. Законы подачи, законы восприятия. И усваиваемости того, чего, собственно, нельзя усвоить. Что, собственно, принадлежит каждому из вас. Эти мысли все не мои. Они все очевидны. Они все находятся, вот, как открытая книга вокруг. Лежат, бери, не хочу. Ну, только кому-то нравится играть роль невидящих. А кто-то вдруг увидел это и решил сыграть роль видящего. И вот мы друг другу подыгрываем. Вы такие задаете вопросы, а я на них отвечаю. И вот такой у нас пока... Пока такой спектакль у нас получается. Почему тебя интересуют именно вопросы, если и есть ты... Ты сам знаешь все свои вопросы. Да мне похую, блядь, чего я там знаю. Я тебе уже ответил, чего я. Все. Я вот такой артист. Играю такую роль. Все. Нравится, будь здесь. Не нравится, пиздой, нахуй. И эти фразы тоже все для того, чтобы вам было прикольно. Вот я лежу такой полуден, чего-то матом ругаюсь. Посылаю всех. Ну, забавно, весело. Ну, такое вот, такое развлечение. Все заебись. Получается, все, что происходит, уже было. Надо только воспоминать. Опять же, нахуя жизнь надо есть. Да и что хочешь, то и делай. Что я там считаю, это никого не ебет вообще. Что я говорю, вот это вот важно прямо сейчас. А что я там считаю, даже мне неинтересно, что я там... Дайте-ка, что я считаю, пухой. Что тебе нравится, то и делай. Вот как тебе заходит эта жизнь, так и просто все, что ты уже имеешь, это то, что тебе заходит. Ты просто об этом не знаешь. Ты когда начнешь искать, что твое, оно уже вот сейчас, это твое. Потому что ты в этом, если бы оно было не твое, ты бы был не в этом, ты бы был еще в чем-то, в моем, например. Мне в твоем неинтересно. Мне вот нравится в моем быть. Вот это мое, то, что я вот сейчас... Может быть, не совсем мое, и не совсем отвечает моим желаниям и амбициям, но это мой максимум, это максимум, на что я способен лежать, лежать вот здесь на диване перед 37 подписчиками и пиздеть на тему, блядь, что такое жизнь, как стать счастливым, как выпрыгнуть из ума, как найти себя, и вообще кто ты такой на самом деле. Про Гитлера он, что он сказал, что любит и евреев, и нацистов, и даже Гитлера. Все были шоки с этим. Ну, заебись, все любят Гитлера. Это забавно же, персонаж тоже стал уже таким хохмой. Скоро какой-нибудь Садгуру станет хохмой. И Христа сделали хохмой. И все над всеми уже давно смеются. И Харлоу Битстроп такой был карикатурист. Если бы не Гитлер, я не знаю, какие карикатуры бы он рисовал. Все есть повод для вашего беседия, вашей потехи над этим. Все является потехой. Вот. Все. Даже ваши страдания. Ну, не даже, а в первую очередь, ваши страдания очень потешны. Все ваши вот эти гримасы. Это очень смешно. Хочется, конечно, порыгалу дать за такие морды. Потому что, видите, это неприятно. Это гораздо неприятнее, чем видеть чью-то жопу. Чью-то очко. Немытая. Ваши ебалы страдающие. Видеть менее приятно, чем немытую жопу. О, ваши ебалы, исключенные от страдания, видеть наиболее неприятно, чем грязную жопу. Но кому-то им это нравится больше. Почему не надо верить своим мыслям? Почему не надо верить своим мыслям? А чему ты хочешь верить? Чему хочешь, то и тому и верь. Потому что оно все как бы игра, все ненастоящее. Особенно твои мысли, которые и создают этот ненастоящий иллюзорный мир, в котором, кроме как играть в настоящее, ты не можешь играть в ощущение того, что и все правда, находиться в неких ролях, изображать чего-то. Потому что все есть изображение. Ничего нет настоящего, ничего нет серьезного. Это все как бы. Все как бы. Все ваши отношения, все ваши чувства, это все вот такая игрушка. Большая игрушка. Владимир, есть только мир. И мир в виде меня или реальный мир отражается в нашем уме. И мы видим в нем только то, что есть в уме. Как фильтр работает. Вот как-то так и работает. Какая разница как. Как-то работает. Как-то так. Можешь еще написать тысячу слов на эту тему, и оно будет так. Как захочешь, так и будет. Вот что тебе нравится, так оно и есть. Вот смотри и думай. Настоящего ничего нет. Бери и вот фантазируй. Другим впаривай свою фантазию. Пусть они тебя слушают. И ты такой. Может что-нибудь из этого получится. Вы будете в итоге режиссировать Пелевина? Нет, не буду. Всегда боялся быть плохим отцом и уйти из семьи. Но сейчас понимаю, что так будет лучше для меня. Насколько это нормально сделать хуже другим в угоду себе. И как быть уверенным, что не пожалею о выборе. Безразличным. Будь к тому, в чем ты хочешь быть уверенным. И это и будет уверенность. Как тебя прет, так и делай. Видишь смысл в этом. Видишь в этом какую-то правду. Да, вот так и следуй за ней. Она не является истиной, не является правдой над другими. Это просто твой выбор. И пока ты это выбираешь, пока тебя это тащит, пока ты в этом себя реализуешь. И тебе, у тебя все выходит, получается. То это и есть значит то, что тебе нужно. То, что я там кого-то посылаю и с кем-то грубо говорю. Это не значит, что вам можно это делать. За это я блокирую, дружок. Если еще какую-то такую хуйню кто-то напишет, будет отсюда исключен. Это мой хаос, мои правила. И здесь все относятся с уважением. Как я выбираю и считаю вправе кому-то делать какие-то жесткие вещи для профилактики полезные. Но не вам, у меня к вам запроса нет. Он есть как бы на вопросы. Но это ваше право, задавать мне или нет. А всякие комментарии со мной выиграть, писать дед-пердед, за это я блокирую. Пока живее. Но если еще раз такое напишешь, будешь нахуй отсюда выгнан. Если все так, как я говорю, с одной стороны грустно, с другой охуенно. Да, я тоже балансирую на двух этих ощущениях. Что я охуенно и грустно, и не могу выбрать что-то одно. Оно вроде охуенно, и в то же время, блядь. Это признание некого одиночества, некого вот такого, как бы, игры с самим собой. И в то же время, приглядись к этому миру, посмотри, все очень настолько реалистично, настолько круто, настолько все круто прогружено, прописано. И простроена такая игрушка, что люди сидят в компьютерных играх, всю жизнь не вылазят. А тут тебе вот эта игра прям мощная такая, что сиди, играй сколько хочешь. Оно реально все, и ощущения реальные, и роли реальные, и все. Так круто сделано, и столько возможностей, и всякого психоделического погружения, да, через, и даже через медитацию, через сны, и через все, у меня такие сны сегодня. Я такую мразь, у меня такую, такую, я, как сказать, такую мразь играл во сне. Вот как играл, я, что-то такое связанное с войной. Понятно, что сны рассказывать хочется сразу переключиться, но, блядь, здесь один есть момент, поэтому дослушайте. Мне, как обычно, снится какая-то хуйня, типа войны, блядь, что-то там, с кем-то кто-то выясняет какие-то отношения, кто-то за кем-то гонится постоянно. И я в этом, как бы, вроде как со стороны наблюдаю, но периодически становлюсь этим персонажем, со всеми вот этими мыслями, которые у меня сейчас, со всеми своими принципами, довольно гуманными, довольно корректными по отношению к людям. И то, как я привык сегодня себя воспринимать, я считаю себя добрым человеком. И вдруг там какая-то хуйня с боеприпасами, ну, сейчас, видимо, какое-то отражение с событиями сегодняшними. В общем, что-то закончилось, какая-то шумиха, какая-то возня выяснения отношений, и кто-то там что-то должен уехать, какие-то мирные люди, какие-то там еще техника, и какой-то трактор должен был уехать. А у меня почему-то в руке граната оказалась. Граната причем, ну, такая, что вот ее кинешь, она взорвется. Не надо никакого кольца вынимать, ну, сон где-то. И я почему-то ее кидаю в сторону, туда, где вот мирные люди, там, дети, женщины, под трактор почему-то. То есть, зачем, блядь, я не понял. Ну, короче, она взорвалась. Я в ужасе от того, что, блядь, она, может, кого-то задела, может, кто-то кого-то убил. Я прям смотрю, мне страшно их, и уже готов даже крикнуть, что это не я, я здесь ни при чем. Ну, вот такую пакость я сделал. Кинул гранату, она взорвалась, и там, возможно, кого-то зацепило. Я уже не знаю, но мне хотелось съебаться, может, даже съебался, я не помню подробностей. Но вот это ощущение мерзости того, что я сделал пакости, я это сделал, и, блядь, и еще, знаете, как дети, да, переживали, когда-то сделали гадость, и испугались, что там кому-то навредили. Ну, они же сделали это, и я так же. Вот вроде взрослый человек, а такую хуйню сделал. Короче, проснулся, и потом часа три лежал, не мог заснуть, все думал, блядь, почему я так сделал? Я понимаю, что это сон, но почему я так сделал? Блядь, что это? Что я за ублюдок такой? Что за мудак? И почему это часто происходит? Вот я зачастую кого-то пизжу так, чтобы там аж башка отваливается у человека, я потом сижу и думаю, как, блядь, ее прикрутить обратно. Ну, не еблан. Что это? Вот. Это то. Это мы. Это мы такие. Мне Юрка сегодня сказала, да, а что? А что ты думал? Что ты кто-то другой? Что мы не такие? Мы все такие. Мы все, как дети, блядь, что-то нашкодим и боимся потом признаться в этом. И говорим, ну, это не я, нет, не я. А все хуйню делают. Мы все по жизни занимаемся хуйней. Делаем хуйню. Или хотим эту хуйню. И скрываем. Все. Абсолютно все. Даже, блядь, садгуру. Даже какой-нибудь там просветленный, которых вы любите слушать, вот такие прям все улыбаются. Такие впаривают вам какие-то этические, нравственные вещи. А, по сути, извращенцы внутри все. Ну, об этом был мой сон. И мы. У нас есть возможность это прикрыть в себе. У нас есть возможность это скрыть. Изображать другого. Чужого. Мы чужие все. Мы изображаем чужих. Мы не есть тот, кто мы есть. Что у нас внутри. Нет, у нас все, что угодно. У нас и добродетель, и мерзость, и пакость, и сострадание, и безразличие, и жестокость. Вот оно все, прям вот все-все-все. Мы из этого состоим. Из всех-все слов, которые вы только знаете или можете прочесть в словаре. Мы из них состоим. И это наш выбор. Демонстрировать это. Использовать это как свою, как краску своей личности. Или попробовать что-то другое. Но если вы попробовали что-то другое, это не значит, что вы тем, что вот был Гитлер, вы этим не являетесь. Вы такой же Гитлер. При определенных стечения обстоятельств, при определенных причинах, вы такой же Гитлер. Мерзкий, гадкий, противный Гитлер, который мучил людей, детей и всех, кого не лень. Придумал какую-то хуйню, и в это играл как ребенок. Вот такой ребенок. Вырос такой жесткий, жестокий ребенок. Дети такие же все. Или другие. Я еще хотела вас спросить. У вас вот эти черные штаны, которые ваши личные, да, у нас, может их простирнуть? Не, не обязательно. Ну, как скажем, что могу сегодня забрать их на холодной водичке простирнуть. Черные, которых я снимаюсь? Да. Ну, а что с ними? Вы сотрудничали у вас в крайний день. Нет, нет, все нормально. Я сам все постираю, да. Хорошо, как сказать. Не партись. Ага. Спасибо. Да, не за что. Все, тогда, Владимир, сейчас кофе сделай и пойдем туда. Да, хорошо, давай. Ну, все, друзья, отдать по ебалу человеку поможет или максимум на неделю хватит опять потом. Ну, попробуй, посмотри, что получится. Сам исследуй этот мир. По ебалу кому-то ты хочешь дать. Я бы не стал. Я бы не стал никому бить по ебалу. Нахуй послать, почему мне нормально. И то по интернету. В жизни такого я не делаю. Ну, зачем? Кому это делать неприятное? Те, кто заслужил, тут ходят, гавкают какие-то. Ну, не тут, а, может быть, тут меньше всего. Где-нибудь в том же ВКонтакте, в телеге, на Епифании. Люблю их побанить у ебков, бля, каких-то там. Заходят нервно припадочных, блядь, закомплексованных чморей, блядь, которые пытаются что-то там тебе предъявлять, тебя в чем-то уличать. Потому что пидоры, блядь, в душе, не хотят, чтобы про них так думали. Вот и начинают там какие-то мне предъявы кидать. Я, можно сказать, помощь людям делаю, да. Ну, играю в это во всяком случае. Вот, а они решили таких, блядь, уебков, блядь, гоблинов. Ну, я их люблю сдавить. Блокирование. Ну, это как бы вот игрушка, да, вот то, что у меня в руках. А в жизни, в жизни я, человеку, скорее всего, такому, мне будет интересно попробовать как-то по-другому. Не нахуй послать, а помочь как-то, как-то что-то сделать, по-взаимодействию, потому что там, то, что в жизни, оно совсем по-другому все. По-другому. Ну, во-первых, я уж не помню, лет, наверное, 20, мне никто никаких гадостей не говорил, кроме жены. А ну, у нее это, это ее работа, это ее задача. И она будет это до тех пор, пока я на эту реагирую, сами знаете. Вот. А я реагирую, поскольку включается роль. Ну, как реагирую? Не реагирую, конечно, уже. Спокойно. Все уже утихло. Уже нет этих оскорблений в последнее время. Но, тем не менее. Я говорю, что за 20 лет последних. Кроме жены никто. Вживую. Никогда. Не помню такого. Только уважение. Все люди. Мы вживую все друг друга уважаем. Видите, как это феноменально. Ага, спасибо. А почему-то... Все фейно. А почему-то вот, когда мы в интернете, мы позволяем себе такую жалость. Чего-то там гадость какую-то написать. Что вы думаете о женском блядстве и похоте? Блядство супер. Это прекрасные ощущения. Реализуйся в них. И не парься. Нет никаких проблем. Все отлично. Самая чувственность. Развивай главное. Ну, как главное. А то он и будет развиваться. Будешь бледовать похотливо себя как-то в похоти развивать. Тоже духовный путь, между прочим. Однозначно. Сто процентов духовный путь. Так что ты... Если ты про себя думаешь, что ты похотливая, блядь, ты ошибаешься. Ты фея, блядь. Ты на самом деле фея. Никакая ты не, блядь. Увидишь. Увидишь потом. Ощутишь это в себе. Или кто-то тебе об этом расскажет. Главное не падать духом. Этот путь тяжелый, тернистый, почти такой черный ретрит. Но, тем не менее, пройти его не лишнее. Женщине вообще отлично чем-нибудь. Изображать из себя добропорядочную. Быть сукой мрази ведьмы, блядь. И все время какую-то там из себя корчить, блядь, святошу, моралистку. Потом это заканчивается все деменцией. А бляди, бывшие бляди и шлюхи, похотливые они деменцией не заболевают. У них потом они живут до 90 лет и красавицы всегда. Главное, водку не пей. Все. А, это не нравится твоему мужчину. Ну все, что ему. Иначе ему ты не нравишься. Если это... Если тебе... Если твой мужчина, что-то в тебе не нравится, ты ему не нравишься. Значит, ему нравится другая. Не ты. Ему нравится та, в которой ему будет все нравиться. Это не ты. Все понятно. Ну твой мужчина еще. Что за твой мужчина? Он что, твой раб? Он просто мужчина. Вот ты смотри. Он тебе показывает, что ты к нему... Как ты к нему относишься, так он к тебе мой мужчина. Схуя ли он твой? Его купила, что ли, в магазине? Поэтому он тебе, ему и тоже в тебе что-то не нравится. Он не твой, а ты его назвала своим. И вот он тебе показывает, блядь, какой-то он твой. Хочешь быть, чтобы я был твоим мужчиной? Будь верна мне, никакой похоти. Только мне дрочи, блядь, только мне соси. Все. Так и вот. Или тогда будь добра. Не считать его своим. Тебе еще игрушка, что ли? Купи себе игрушку мягкую, блядь. И считай ее своей. Спи с ней. Замечания ей делай. А мужчине своим... Не считай его своим. Просто мужчина, который в твоей жизни появился. Вот и сливайся с ним. Вот и становись с ним одним целым. А не выебывайся. Тогда он не будет выебываться. Только так работает во всей этой жизни. Пока. Друзья. Друзья. Вот уже три года моя сестра Наталья участвует в создании детского образовательного центра. Это объединение родителей, которые совместно с опытными педагогами занимаются образованием своих детей в соответствии с принципами гуманной педагогики и русской классической школы. Ранее этому объединению предоставляли здания, где они могли проводить занятия. В июле 22 года стало известно, что детский центр не может им дальше пользоваться. Возникла острая задача в короткие сроки построить свое. В конце августа начались работы. Стройка – дело, требующее больших финансовых вложений. Бюджет дальнейшего строительства – 2 миллиона рублей. Вот прямо сейчас нужно закончить кровельные работы, установить окна и сделать электропроводку. Объединение некоммерческое и существует на личные средства родителей. Я обращаюсь ко всем, кто меня знает, с просьбой помочь этому проекту. Дом, в котором дети смогут заниматься. Будем благодарны за любые ваши посильные пожертвования. Номер карты для сбора средств в описании к видео. Продолжение следует...